Звонок о возгорании в Ледовом дворце Огарёв-Арена поступил на пульт дежурного 112 в 6.20 утра. Точно неизвестно, но, скорее всего, звонил охранник других сотрудников. В это время здания обычно не бывает. Дымом заволокло весь первый этаж. Пожарные приехали быстро и уже в 6.38 было объявлено о том, что возгорание локализовано. Но машины спецслужб еще долго не уезжали с места происшествия. Очевидцев пугал столб дыма, который увеличивался. Говорят, что пожар был. Вот я молодому человеку позвонила, он мне сказал, что... Я слышала, как сирена играла, я уже напугалась, сюда сразу приехала. Вроде бы сейчас все нормально. А он у вас здесь работает? Да, работает. Мы туда не заходили, не знаю. Видите, дым валит. Не знаю. Прошло уже несколько часов после того, как официально объявили, что пожар локализован. Но здесь около входа в Огарёв-Арену все еще пахнет чем-то паленым, а изнутри периодически идет дым. Пожарные продолжают работать внутри. Что именно произошло, сколько и что сгорело, толком неизвестно. Предварительная причина происшествия, которую нам озвучили в региональном МЧС, замыкание электропроводки. Все мероприятия внутри зданий, в том числе и работа детского лагеря, фитнес-центра и тренажерного зала временно прекращены. А сотрудники университета, которые работали на территории Огарёв-Арены, переведены на удаленку. Ректор вуза тоже приехал на место происшествия, но от комментариев отказался. Объяснил это тем, что полной картины того, что случилось, у него пока нет. 3 июля 2024 года в 6 часов 20 минут по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Саранск, улица Богдана Хмельницкого, дом 35А, произошло возгорание на первом этаже. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдался черный густой дым. Произошло короткое замыкание на первом этаже спортивного комплекса Огарёв-Арена. Сотрудники МЧС России неизмедлительно приступили к тушению. Пострадавших нет. Когда Огарёв-Арена возобновит свою работу, неизвестно. Все обстоятельства, приведшие к возгоранию, сейчас устанавливают специалисты. Людмила Кусерова, Павел Талабаев. Наши новости.